Как монетизировать внимание? Презентация стартапа PayAttention. Проблема в том, что люди по чужой инициативе бесплатно теряют массу времени. Наиболее яркий пример это чтение электронной почты и спам. Можно пытаться регулировать и запрещать массовые рассылки, но можно устранить проблему мирным экономическим способом. Идея в том, что если ты хочешь, чтобы твоему сообщению уделили время, надо заплатить за потраченное время. Получатель устанавливает цену за открытие письма или за продолжительность обращения. Для акцентирования важности можно заплатить больше, чем просит получатель. На первом этапе создается сервер. Новый пользователь может подключить свой электронный почтовый ящик за 4 клика. Отправитель письма такому адресату получает ответ, что внимание получателя стоит денег и дается ссылка для оплаты. Система работает как шлюз, на который приходят письма и пересылаются получателю при наличии оплаты. Почти все деньги в систему будут сносить рекламодатели, а для простых пользователей будет обеспечен постоянный небольшой заработок. На следующих этапах подключаем телефонию, мессенджеры и прочее. Это позволит пользователям всего мира предоставлять различные платные услуги с удобной формой оплаты. Такой проект можно и на ICO выводить. Представьте валюту, подкрепленную таким ресурсом, как внимание. Как я рассуждаю о том, в каких областях стоит искать деньги, оценивая готовность платить и суммарный объем. Наиболее ценное для потребителей – это свои эмоции. Сократить время на чтение бесполезных обращений – значит меньше неприятных эмоций. Получить деньги – это всегда приятно. Можно назначить цену обращения и больше не скрывать свою почту от спамеров. Наиболее ценное для поставщиков – это чужое внимание. Люди готовы платить очень много за доступ к нужному лицу. Некоторые могут даже самому себе направлять запросы, чтобы было объяснение, откуда деньги взял. Большинство обращений имеет большую значимость для отправителя, чем для получателя. Значит, за прочтение своего письма будут платить. Сколько стоит внимания? Если пользователь получает письмо, то как минимум заголовок письма будет прочитан. На чтение сообщения из 20 слов уходит 10 секунд. Если за прочтение такого сообщения получать 1 цент, то это соответствует месячному доходу в 600 евро. За показ короткой рекламы одному зрителю на телевидении рекламодатель платит более 1 цента. Таким образом, минимальная цена адресного сообщения может составлять 1 цент. Каждый день в мире отправляется 250 миллиардов писем. Конкуренция. В апреле 2018 года биржа Coinbase приобрела стартап Earn.com за предполагаемые 100 миллионов долларов. В Earn.com сложная процедура регистрации пользователя. Вы должны подтвердить свою личность и профессиональную компетенцию. Я считаю, что если кто-то пишет письмо на определенный адрес, то он сам должен знать, кому пишет, и усложнять систему не нужно. Чтобы получить компенсацию в Earn.com, необходимо написать ответ отправителю. Я считаю это лишним условием, так как сам показ сообщения уже имеет ценность для отправителя. Социальная значимость. Мировой бюджет на рекламу составляет 500 миллиардов евро в год. Рекламодателю нужно внимание зрителя, но зритель не получает компенсации за отвлечение внимания. Система платных обращений дает ощущение справедливости, ведь это компенсация того, что неприятно. Люди получат дополнительные деньги не от государства, а напрямую от производителей товаров и услуг. Это рыночный процесс социально значимого перераспределения средств. Экономика времени. Средняя заработная плата в мире составляет 1400 евро в месяц. Если среднестатистический человек потратил на написание письма 7 минут, то уже потерял 1 евро. Неужели вам будет жалко еще 1 евро, чтобы на ваше письмо обратили внимание? С другой стороны, если отправитель письма за ваше внимание не готов заплатить 1 евро, то, может, это сообщение не имеет значения. В проекте PayAttention время и мнение любого человека приобретает денежное выражение. Занятые люди будут просить за свое внимание больше денег. Те, кому нужен постоянный небольшой доход, будут принимать больше обращений по низкой цене. Сумма полученных платежей в системе PayAttention указывает на значимость этого человека для общества. Это может быть один из объективных факторов для оценки рейтинга экспертов. Привычка считать время не в минутах, а в евро приучает людей ценить и чужое время. Например, составители различных договоров не ценят время клиента. Вам наверняка приходилось заказывать дешевые услуги, сопровождаемые таким договором, что его невозможно дочитать до конца. Монетизируем время, и люди приучатся изъясняться лаконично.